Виктор Сухоруков родился 10 ноября 1951 года в обычной семье в городе Орехово-Зуево Московской области. Носил кличку «Бабушка Шашо». Из-за того, что носил косынку, в 1970 году окончил 14 гимназию Г. Орехово-Зуево, прошел службу в Советской армии. Проработал несколько лет на Орехово-Зуевской ткацкой фабрике. В 1974 году поступил в ГИТИС. В 1978 году Виктор Сухоруков окончил ГИТИС. Курс В. П. Остальского, педагог Л. Князева. По окончании ГИТИСа по приглашению Петра Фоменко уехал в Ленинград в театр комедии имени Н. П. Акимова, где был утвержден на главную роль в спектакле «В добро, ладно, хорошо». По произведениям Василия Белова, в жизни актера был тяжелый период. Из-за увлечения спиртным в 1982 году Сухорукова уволили из трупа без права устройства на работу в течение полугода. На несколько лет он выпал из профессии. Бедствовал, бродяжничал. В это время ему приходилось работать грузчиком, посудомойщиком, хлеборезом. Но в итоге он нашел в себе силы вернуться и, сменив несколько театров Ленинграда, вновь оказался в труппе театра комедии. Лишь в 1986 году Сухоруков наконец был принят в Ленинградский государственный театр имени Ленинского комсомола. Здесь он сыграл в спектаклях «Стойкий оловянный солдатик» 1986, «Женить бабе Лугина» 1987, «Дракон» 1988, «Да здравствует глупость» 1991, «Дети райка» 1991. В кино Виктор Сухоруков до конца 1980-х годов был совершенно не востребован. Новая жизнь актера началась в 1989 году, когда режиссер Юрий Мамин пригласил его сняться в комедии «Фарси. Бакенбарды. Об обществе пушкинистов». Фильм оказался успешным, и актером заинтересовался молодой режиссер Алексей Балабанов. Он предложил Сухорукову сняться в его ленте «Счастливые дни» по мотивам произведений Сэмюэля Беккета. И актер согласился. «Сухоруков признается, своими картинами Балабанов сделал меня, а я помог ему». В 1997 году на экраны вышел фильм Алексея Балабанова «Брат». И к Сухорукову, которому на тот момент было уже далеко за 40, пришла всероссийская известность. Но настоящую народную любовь актеру принесла картина «Брат 2». Вплоть до 2003 года Сухорукову доставались исключительно отрицательные роли. Новый этап в творчестве Сухорукова начался после того, как ему предложили две роли в исторических картинах. Графа Полина в фильме «Лихотиненко. Золотой век» и Павла Первого в фильме «Виталий Мельникова». Бедный, бедный Павел, я был очень счастлив, буквально ошарашен этим предложением. Я ведь никогда таких ролей не играл. Наконец-то появился шанс доказать, что я не только бритоголовый, не только отморозок, не только урод. Я мог уничтожить этот стереотип, показать свои актерские способности, умение перевоплощаться. Делится Сухоруков. За роль императора Павла Первого он в 2004 году был удостоен кинопремии. Ника, продолжая работать в театре и кино. Сухоруков становился все популярнее. Актера даже приглашали в Голливуд сниматься в 20-й серии. Бандианы. Но Сухоруков отказался, потому что играл в спектакле Олега Меньшикова. Игроки. В марте 2008 года Виктору Сухорукову было присвоено звание Народный артист Российской Федерации. Виктор Сухоруков является почетным гражданином своего родного города Орехова Зуева. 9 сентября 2016 года ему там установлен бронзовый памятник. Премия «Золотой орел» 2011 год за лучшую мужскую роль второго плана фильма «Овсянки». Продолжение следует...